Всем привет, друзья! С вами Маламадрас. Помните, совсем недавно я выпускал видео с обзором на новый режим PUBG Mobile с раздвижными щитами, раскладными трамплинами, фантомами и голограммами, маскировкой камня или кустика? Если вы сейчас подумали, что я чокнулся, значит вы не видели этот ролик, поэтому переходите по ссылке в описании или подсказочке и смотрите, там есть чего прифигеть. Но если лично я думал, что больше в мобильном PUBG меня ничего не удивит, то я очень сильно ошибался. Этот режим сильно изменили и добавили просто суперские примочки. Напоминаю, что все это отдельный аркадный режим в PUBG Mobile версии Тимми, а не классическая битва, поэтому если вы считаете, типа во что превратили игру, то вы ошибаетесь. Игра на месте, а вот разнообразие аркадных режимов это очень круто. Тем более, когда они такие. И я очень надеюсь на скорейший перевод подобного режима на Quantum. Правда, что-то чуется мне, что этого не произойдет. Напишите в комментариях, хотели бы вы такой режим в европейский PUBG Mobile или PUBG на ПК. Режим изменился и теперь он не похож на классическую катку со стандартной зоной. Безопасный белый круг определяется сразу, но синяя зона довольно медленно сужается, так что попотеть успеете. Наверное, это сделали для того, чтобы сконцентрировать бои и простимулировать частоту замесов. И это, как я думаю, правильно. Я сначала, конечно, не понимал, как в такой зоне можно залутать тот же дроп, но, как оказалось, не так-то все и сложно. Играть на карте могут максимум 50 человек вместо 100. Возможно, я точно не уверен, даже без ботов. Теперь давайте перейдем к новым предметам. Во-первых, у кустика теперь появился дружок. Это дерево. Оно работает только как укрытие. Поставить его можно даже на балконе и использовать, если вдруг враг застал вас в чисто полюшке. Но такое сооружение ломается. Лично я понял, что настоящий мужчина должен вырастить дерево, поэтому я вырастил целых два и построил себе огромную базу прямо на балконе. Также появился еще один фантом, только улучшенный. Движущийся. Если стоячий может привлечь внимание врага, но его легко отличить от игрока, то движущегося определить гораздо тяжелее. И, возможно, вам в игре фантом сможет как-нибудь спасти жизнь в тяжелых ситуациях. Также добавили электромагнитную ловушку, но, к моему большому сожалению, я ее не нашел. Действует она по принципу мины клеймер. Да, в прошлый раз я назвал ее С4. Ну и, наконец-то, жемчужина этого режима. То, от чего мне отвисла челюсть, когда я только узнал об этом. Это джетпак. Джетпак настоящий, красивый, элегантный и просто офигенный. Давайте для начала я расскажу, где его достать. Если все кейсы с примочками разбросаны по карте, то джетпак лежит только в аирдропе. Но они падают часто. Как только самолет пролетел в свою траекторию, сразу же летит второй. И если вам повезет, вы сможете забрать его незамеченным, что я, собственно, и сделал. И затем поехал в безопасное место, где выстрелил себе супербазу. А также заминировал лестницу. И давайте проверим его в действии. Хе-хе-хе, попался лох. Как вам? Нет, это не джетпак Сидеджи, на котором можно было летать вечно. В PUBG Mobile это не средство для полета, а именно для прыжков. Ну, например, залететь на крышу не очень высокого дома. Или резко вылететь из-за укрытия и расстрелять врага, застав его врасплох. В общем-то, вещь просто сумасшедшая. Можно сделать три рывка, и датчик на спине покажет, сколько давления осталось. Как только он заканчивается, вы летите вниз. Но перед самым приземлением джетпак сам делает небольшое смягчающее действие. Датчик кд-жится очень быстро, и вы сможете прыгать снова. Насколько у него хватает бензина, я точно не знаю, но довольно на долгое время. Хоть я и залутал второй аэродроп, но это было чисто по фану дозаправиться. Мне безумно он понравился, и я даже скажу больше, я в восторге. Напишите в комментарии, как вам этот джетпак и режим в целом. Но я очень кайфанул, поиграв в эту аркаду. И мне не важно, что она далека от реализма, это всего лишь аркадный режим. Не всегда нужен реализм, чтобы получать удовольствие. Наверное, поэтому мы с вами так любим компьютерные и мобильные игры. Тем более, можно даже поржать неплохо. Например, устроить забег с фантомом, у которого, кстати, тоже будет отображаться джетпак. А представляете, если у вас целый сквад таких летчиков. Да это просто супер. Лично я очень доволен, и надеюсь PUBG Mobile будут и дальше нас удивлять. Причем и Тимми, и Квантум. Пока что у них это получается очень круто. Ну и у меня на этом все. Не забывайте писать свое мнение в комментарии. А также ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал. С вами был Муламадрас, увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok